здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую в разгаре лета в разгаре понимания того что наша жизнь движется дальше и мы имеем уже какой-то урожай на своих полях на своих грядках своем саду в своем сердце в своей природе личности характере и тогда когда наступают какие-то перекрестки там все это взвешивается и просматривая жизнь Давида в окружении конкретных людей и конкретных стад овец которые так напоминают ему детство которые так напоминают ему самого себя и и он это делает от сердца потому что несмотря на то что сегодня у него большая ответственность уже за людей а не за овец и уже в общем то он как помазанный царь хотя взят был тогда от овец то вот что происходит с ним дальше когда он говорит навалу вернее сейчас его слугам и навалу передает через отроков спроси слуг твоих и они скажут себе и так да найдут отроки благоволение в глазах твоих ибо в добрый день пришли мы дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду что найдет рука твоя давид дает задание отрокам по сути попросить еды попросить пропитание для воинов и он не просит обеспечить всех воинов всем а он просит что рука твоя хочет дать чем ты хочешь и можешь поделиться вот в этом в общем то наш господь это его природа он ни в чем не нуждается но от нас он ожидает чтобы мы были даятелями потому что это его сущность он нас обогатил или обогащает всем необходимым на земле и предлагает нам быть людьми которые открыты для представительства божьего на земле и вот отроки отправились и пошли люди давидовы и сказали навалу от имени давида все эти слова и умолкли они знают кто их послал у них очень доброе отношение к давиду иначе бы они не находились с ним но у навала другое отношение и навал отвечал слугам давидовым и сказал кто такой давид и кто такой сын иисеев ныне стало много рабов бегающих от господ своих вот этот подход навала в данном случае очень характеризует некоторую категорию людей когда мне выгодно знать давида я его знаю а когда не выгодно а кто он такой у меня же нет с ним личных отношений а почему я должен ему что-то давать да плюс к тому сейчас давид не выгодном по невыгодной позиции он же не царь он даже не тот который победил голиафа тогда когда он был в почете ему пели песни а сейчас он бегает от господина своего и почему я должен ему что-то уделять вы знаете с такой позиции ничего не уделишь с такой позиции ничего не дашь потому что здесь призма другая вот почему я называю что люди богатые далеко не всегда бывают благородные по сердцу и мудрые по своему нутру и в данном случае навал вот это олицетворение слава богу что не все люди имеющие доступ к ресурсам большим ресурсам относятся к таковым но к великому сожалению есть там разные люди как и наверное и в любой сфере наша задача сегодня или вообще по жизни больше проверять свое сердце и это важно друзья чтобы в нашем сердце подлинное богатство всегда имело место небесный отец я благодарю тебя что у нас на самом деле есть сегодня огромная необходимость взвешивать свое сердце взвешивать свои мотивы смотреть удобно мне или принимаю ли я другого человека через призму моего удобства сегодня помоги нам видеть человек человека его ценности независимо от того в позиции он сегодня или нет он сегодня во внимание или нет я благодарна тебе господи что нам это право ты предоставляешь чтобы мы анализировали себя и взвешивали себя с учетом твоих ценностей да будет имя твое благословенно во имя иисуса христа аминь всего доброго друзья до новых встреч до свидания а